Надежда Платошкина много лет прожила в 10-м доме Приволжского переулка в Советском районе. Рассказывает, жаловаться практически не на что. Соседи добрые, район тихий. Правда, с управляющими компаниями жильцам не везло, но последний год стал исключением. Новые хозяйственники регулярно расчищают двор в снегопады, а теперь, когда потеплело, принялись и за крышу. Управляющая компания не занималась нашим благоустройством. А вот эта компания нам и снег чистит этот год, а сосульки – это вообще первый раз для нас. Мы опасались, в общем-то, на людей, слава богу, ни разу не упало. А вот просто идешь и боишься, что снег упадет. И обходили, как могли, стороной. Дом действительно сложный, признаются в новой управляющей компании. Из-за конфигурации крыши для ее расчистки пришлось включить смекалку. Мы приглашали альпинистов, но поднявшись наверх, альпинисты сказали, нам не за что зацепиться. И, соответственно, для того, чтобы не рисковать жизнью и здоровью людей, мы уже отложили на несколько дней, но пригласили машину. Автогидроподъемники. С помощью него мы альпинистов поднимаем наверх и уже расчищаем нашу кровлю. От сильных морозов до резкого потепления. Сегодня основные работы коммунальных служб, занимающихся жилым фондом, направлены на устранение ледяных наростов на козырьках подъездов и скатных кровель. Таких в городе чуть более 7 тысяч. Осталось расчистить около 20%. Об этом сегодня говорили на совещании в департаменте городского хозяйства. Мы еще в пятницу предупредили и управляющие компании, и районное звено власти о том, что предстоит отепление на выходные дни, для того, чтобы у нас не было каких-либо несчастных случаев и тому подобное. Это все в первую очередь связано с безопасностью. В день мы вычищаем по 250-260 кровель. Работает порядка около 250 бригад по очистке кровель. Ну и там, где если существует опасность, то она огораживается сигнальными лентами. Очистка крыш – основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день. На совещании первый вице-мэр поручил всем, кто своевременно не выполнил обязательства, предоставить фотоотчет о работе над ошибками до конца дня. В дни оттепли власти просят жителей быть предельно внимательными, не ходить под крышами домов, где возможен сход наледи, и не парковаться около строений. Гульфия Сафина, Николай Епифанов, События.